Добрый день! Мы продолжаем разговор о христианской Испании с 8 по 13 век и конкретно сейчас мы поговорим о регионе Каталонии, Рагона и Наварры в период с конца, с начала 8 по первую треть 11 века. Сначала несколько общих замечаний, поскольку у этого региона, всего от Каталонии до Наварры, есть несколько моментов, роднящих эти конкретные политические субъекты между собой, создающие такой общий исторический паттерн. Если северо-запад полуострова представлял собой, как я уже говорил, своеобразный карниз нависающий над океаном, карниз, на котором удержалось несколько христианских общин, и с юга их поджимали арабы, но с севера был океан, то в случае с северо-востоком полуострова все было совсем не так. С юга на самом деле поджимали арабы, но с севера ощущалось серьезнейшее влияние, а потом, в общем, и давление к каролингской Франции. Собственно, каролингская, разумеется, с момента установления каролингов, да, с середины 8 века. Вот. В этом плане все земли, от Памплона на западные оконечности, до Ампуриас и Барселоны на востоке, испытывали постоянное устойчивое каролингское давление. И далеко не всегда это давление было дружелюбным, я бы сказал. А после, собственно говоря, 715 года и до, ну, вот достаточно длинное время, да, людям на этой территории приходилось жить между двух огней. Сейчас, обратите внимание, уже давно закончилась реконкиста, и давайте, вот если мы посмотрим на Испанию, скажем, современную, или даже на Испанию 16-17 века, то есть реконкиста уже закончилась, арабов на полуострове уже нет, больше того, формально, формально, Испания уже объединена под единой короной. А все равно у Каталонии традиционно сильные исторические связи с Францией. И когда мы с вами будем говорить про каталонские бунты 16-17 века, 18-19, да, вы увидите, что Каталония в своих сепаратистских стремлениях, в стремлениях отделиться, всегда будет апеллировать к Франции и взывать за помощью именно к Франции. С другой стороны, именно каталонцы покажут себя одними из самых непримиримых бойцов против французов, ну, скажем, когда начнется борьба с Наполеоном. А Наварра, та просто несколько столетий будет находиться в орбите французской короны и формировать собой часть французской территории. Да, это 13-14 века, Шампанская династия, и потом просто инкорпорация Навары в французские земли. То есть, обратно они выйдут только в середине 14 век. И, собственно говоря, дальше продолжится история, испанская история Навары. То есть, здесь французское влияние игнорировать никак не получается, и в этом серьёзнейшее отличие северо-востока Пиренейского полуострова от его северо-запада. Если вспомнить конкретные исторические веки, то в 732 году, я напомню, Карл Мартелл разбивает арабов в битве при Пуатье, чем серьёзно тормозит арабскую экспансию за Пиренейскую. А в 750-е годы его сын, король Франков Пиппин Короткий, занимает Нарбон, последовательно вытесняет мусульман из Септимании, то есть, из Нарбонской Галлии, перекрывая им Пиреней уже намертво. И, собственно говоря, можно было бы сказать, что на этом он останавливается, но нет. На этом франки не останавливаются. Уже сын Пиппина Короткого, Карл, в 778 году, начинает свой знаменитый испанский поход. Это как раз тот поход, о котором сложена песня Роланде. Реальность, как правило, не вполне соответствовала эпическим сказаниям. Карл Великий на самом деле шёл в поход по просьбе, не на Сарагосу, а по просьбе Эмира Сарагосы, помочь ему с его соперниками. Попутно, идя туда, к Сарагосе, он взял и разграбил Памплону. Собственно, ничего, что она была христианской, да? На обратном пути в Ансевальдском ущелье Альергард войска Карла подвергся нападению в отместку за сожжение Памплоны, нападению местного населения, басков, которые завалили камнями значительную часть Альергарда, перебили охрану обоза и разбежались. Найти их не удалось, отомстить им Карлу тоже не получилось. Это не остановило, впрочем сказать, франкской экспансии на восток Пиридейского полуострова. В 785 году Карлу сдается Жерона, не в результате осады, а просто переходит под покровительство Карла. В этом же году Карл назначает своего малолетнего, трехлетнего, по-моему, тот момент сына Людовика, королем Аквитании, определив как Аквитанию не только юг Франции, но и запиренейские владения, ту самую Жерону. В 801 году уже изрядно повзрослевший Людовик берет Барселону после длительной осады и официально вот здесь, после взятия Барселоны, провозглашается создание испанской марки каролингской монархии. Марка – это пограничная область, возглавляет марку человек в ранге префекта или в ранге марк-графа, то есть графа какой-то марки. Отсюда происходит уже позднее слово «маркиз». Соответственно, после взятия Барселоны Людовик пытается взять Тартосу и Таррагону, взять получается, разграбить получается, а удержать уже нет. Противостоять всерьез давлению Кордовского Эмирата там, на Пиренейском полуострове, у Людовика нет ни сил, ни средств. А у Карла, у его отца, на тот момент он еще правит, я напомню, Карл правит до 1814 года, у Карла хватает других объектов заботы, и он не поддерживает в этом плане экспансионистских намерений сына. Таким образом, Каталония, давайте начнем с нее, представляла собой конгломерат франкских графств к северу от реки Эбро. Если вы сейчас посмотрите на карту, которая перед вами, то вы увидите, что наиболее мощное из них было графство Барселоны, с севера его подпирало графство Жероны, и дальше уже Бессалуваль, Еспир, Руссельон, вот с востока, понятно, море, с запада графство Авзоны, Берга, Риполь, Сардания, Конфленд, могущественное графство Урхель, и дальше начинаются Арагонские графства, Пальяр, Срибогор, Сосабрарбе, собственно, Арагон. Достаточно длительное время все наместники этих графств, то есть графы, те самые комиты, о которых мы говорили, значительное время, повторюсь, все наместники этих графств назначаются императором или королем франков из своих, из числа франков. То есть это чужаки для местного населения. Где-то с середины IX века появляются автохтонные графы, назначаемые из местного населения. Одним из таких автохтонов становится граф по имени Винфред и по прозвищу Мохнатый, который около 870 года получает в управление графства Урхель и Сарданья. Я был бы признателен вам, если бы вы сейчас следили по карте. Он получает Урхель и Сарданью в непосредственной зависимости от него при этом находится графство Берга. Восемью годами позже Людовик передает ему Жерону и Барселону, и Винфред практически сразу подчиняет своему влиянию графства Авзоны и Реполь. Таким образом, под его рукой оказывается большое серьезное пространство от Барселоны на юге до, собственно говоря, графства Сарданья на севере и почти от Ампуриас на востоке до, соответственно, Берге и Кордоны на западе. В 897 году, 20 годами после этого, Винфред гибнет во время похода на Лериду, собственно, в битве с арабами под Леридой, но основанная им династия будет править почти 500 лет до смерти короля Мартина первого гуманного. Приемники Винфреда Махнатова, они перед вами, довольно быстро высвобождаются из-под опеки франкских королей. Собственно, последний раз к франкам обращались за помощью в 899 году, и это был Винфред Боррель, сын Винфреда Махнатова, уже его внук Суньер, ну и не говоря уже про Борреля первого, Рамона Борреля и далее, далее, к франкам за помощью не обращаются и всячески отделяют себя от франкской монархии, заявляя о своей самостоятельности. Больше того, Рамон Боррель, вы видите, в 1010 году усиливается настолько, что собирает большое общекаталонское войско, собирая все окрестные графства под свою руку, ведет поход на Кордаву, то есть, на юг полуострова, это дальний поход, облагает Кордаву данью и устанавливает дань для окрестных таиф в ближайшие же годы после этого, то есть, для окрестных местных властителей. Вот этот момент, вы запомните, пожалуйста, когда мы придем, когда мы дойдем до разговора о Фернанде Первом Костильско-Леонском Короле и его детях, мы будем говорить о том, что такое феномен Парияс, и чем это важно для политики и экономики христианской Испании. Вот там мы с вами будем говорить, мы вспомним, в частности, и Рамона Боррелли, вот этот вот общекаталонский поход. В середине XI века, даже в первой трети XI века, Каталония входит в затяжной политический кризис, связанный с усилением королевства Наварры, с появлением и укреплением королевства Арагона, и, собственно говоря, там начнется новый этап истории Каталонии, о которой отдельно поговорим в соответствующем месте, давайте в отдельном эпизоде. С Арагоном всё поначалу и проще, и короче. Арагон это графство, собственно, Арагон, Рибагорса, Сабрарбе. Это тоже часть испанской марки Киролингов. Самостоятельной истории ему было отпущено сильно меньше. Мы знаем о графе Аснаве Галиндо, первом, дальше, соответственно, Аснаве Галиндо Гарсии Злом, дальше Аснаве Галиндо Втором, который заключает брак с дочерью Гарсии Ингиги, соправителя Памплоуны, и в 924 году умирает граф Галиндо Второй. Собственно говоря, смерть Галиндо Второго дает основание помплонским королям по праву брака, по праву бракосочетания, потребовать Арагун себе, и с этого момента Арагунские земли входят в состав королевства Навара, оставаясь там до раздела Санчо Третьего Великого, то есть до тысяча до тысяча тридцать пятого года, чуть больше, чем на сто лет. Поэтому к вопросу к разговору об Арагуне мы вернемся, но вернемся позже в отдельном опять-таки эпизоде. Навара. А здесь в этом плане история богаче и интереснее. На начало восьмого века Навара, а Навара почему так важна? Если вы посмотрите географически на расположение Навары, вы увидите, что она прикрывает собой один из трех удобных проходов через Пиренеи во Францию, знаменитое Рансевальское ущелье. Первый проход находится на север от Барселоны, второй Рансевальское ущелье, третий, самая узкая, самая неприступная из них, дорога Сан-Себастьян. В средние века использовалось очень мало, предпочитали ходить морем. Сан-Себастьян это крайний северо-запад. Итак, Наварра. Наварра на момент начала восьмого века это четыре крупных аристократических рода. Кассио, Химено, Иньиго, Веласко. Первый из них Кассио, который равнинный, его владения распространялись на Тар-Рассону и Нахеру, склоняется перед арабами, его представители принимают ислам, получают имя Бану-Кази, и из числа вот этих Бану-Кази будут назначаться наместники Эмирата по всей Наваре, в том числе в Памплоне. Самой Памплоной правит поначалу род Химено, который склоняется перед Эмиром, платит ему дань, но не принимает ислама. Еще есть род Иньиго, тоже принявший ислам и, соответственно, получивший имя Бану-Эньеко. Наконец, четвертый и последний это род Веласко, самые дикие из них, самые непокорные, живущие на севере территории, в предгодиях Пиренеев, до них арабы просто не дошли и Веласко в будущем во-первых, станут самыми яркими бунтарями, во-вторых, именно они будут наиболее последовательными проводниками каролингского влияния в регионе. Собственно, 778 год, мы уже говорили, это испанский поход Карла Великого. Для Эмирата это был серьезный сигнал. Собственно, уже в 800 году Вали, наместник местный по имени Амрус Ибн-Юсуф, основывает и отстраивает город Туделу, укрепления которого были развернуты не на юг, а как раз на север. Это город, задачей которого было служить форпостом против франкской агрессии. Один из основных городов Наварго, если что. Соответственно, в 99-м году клан Веласко, которого подстрекали соответственно Каролинги, поднимает восстание, берет памплону, при франкской помощи берет памплону, убивает наместника из клана Банук-Кази. В 803-м году будет заключен мир между Карлом Великим и Эмиром и закреплено разделение сфер влияния север долины Эбро-Франк и юг Эмират, но уже в 806-м году, простите за заминку, уже в 806-м году первый наместник будет поставлен демонстративно из клана Веласко, Каролинги будут верить Веласко гораздо больше, чем трем другим родам, но вы видите, что он долго не продержится, в 1816-м году объединенные силы Банук-Кази и Бану-Иньеко выбьют Веласко из памплона и главой Наварры на значительно длительное время, на 35 лет, станет глава клана Бану-Иньеко магнат по имени Иньиго Ариста. Он же положит начало династии Иньиго. После него к власти придет его сын Гарсия Иньигес еще на 30 лет и вот здесь обратите внимание, если Иньи Гуариста придет к власти как человек Эмирата, как ну фактически да, с одной стороны местный магнат, с другой стороны совершенно явно служащий мусульманам, то его сын Гарсия Иньигес развернет политику в сторону союза с христианами. Он заключит союз с Ордонья первым, выдаст сестру короля, свою сестру собственно за короля Альфонса Третьего, свою дочь за как раз графа Арагона мы говорили об этом, да, это брак он Геки и Арагонского графа. Его сын в свою очередь Фортун Гарсес первый сын еще попытается вести политику двойных стандартов, то есть с одной стороны он будет всячески поддерживать союз с Астурией с одной стороны с франками, с другой, но с другой стороны когда попадет в плен к арабам и будет увезен в Кордово выпустят его оттуда только благодаря ручательству и просьбе Альфонса Третьего Астурийского но там пока он будет в Кордово он успеет связать себя узами брака с дочерью Эмира тем самым продемонстрировав еще и арабский разворот в своей политике соответственно после его смерти ему наследует брат Санчо первый Герцес и здесь разворот становится полным и необратимым он развязывает военную кампанию против мусульман наносит им два существенных поражения тяжелых при Льедоне и Барденес в 20-м году терпит поражение сам в битве при Вальде Хонкера но это уже не способно это поражение уже не способно предотвратить становление самостоятельной Наварры с этого момента вот с 920 года с 20-х годов Наварра окончательно встраивается в систему христианских королевств полуострова и включается в войну с мусульманами Наварра резко усиливается после смерти последнего каролинкского графа Арагона и включения Арагона в свой состав в 1924 году а затем Санчо Горсес и его преемники где силой где дипломатией присоединяют к себе довольно серьезные вы видите земли да Рьоху Нахеру Эстрелью и соответственно земель по берегам рек Эга Арга и Арагон преемник Санчо Первого Гарсия Санчес и его последователи соответственно Санчо Гарсес Второй Гарсия Второй Санчес по прозвищу Эль Трембланте Дрожащий будут продолжать политику своих предшественников расширяя границы Навары сколь это возможно на юг давя на Арагонские графства и на графства Пальярс вынуждая их признавать свою зависимость от Навары немного конфликтуя с Кастильей постоянно да немного зато постоянно на рубежах ведя пограничные конфликты наконец когда к власти придет Санчо Третий Гарсес по прозвищу Великий который будет править с 1000 по 1035 год он браками встроит Наварру свяжет Наварру накрепко с Кастильей и с Леоном и когда в 28 году погибнет Альфонсо Пятый Санчо Третий немедленно потребует для себя контроля над Леоном на том основании что его сестра это вдова Альфонсо Пятого разумеется я напомню что Бермуда Третий Леонский попытается оспорить решение дядя не преуспеет потерпит поражение и Леон до 1035 года войдет в орбиту Наварры в 1029 году когда погибнет Гарсия Санчо последний король последний граф извините Кастильи Санчо Третий присоединит Кастилью и включит ее в состав своего королевства с 1032 года он доверит управление Кастильи своему сыну Фернандо как графу Кастильи в 1035 году незадолго до смерти он примет вассальную присягу от Рамона Беренгера Рамона первого графа Барселоны тем самым простирая свою руку на восток полуострова практически до Средиземного моря наконец когда он умрет в 1035 году он перед смертью разделит королевство на четыре части обратите внимание пожалуйста Наварру он отдаст старшему историческую Наварру даст Памплоны с Нахерой с Туделой он отдаст Гарсии третьему Санчесу который будет править до 1054 года до своей гибели в битве при Атапо Эрке Кастильи он отдаст Фернандо который примет королевский титул назовет себя Фернандо первым королем Кастильи а затем в 1037 году в результате битвы при Тамароне присоединит к себе Леон и станет называть себя королем Кастильи и Леона именно он в 1054 году убьет своего брата в битве при Атапо Эрке на восток от Наварры где будет располагаться земля Арагона получат свои владения два других сына Санчо графства Сабрарбе и Рибагорса достанутся в управление Гонсало первому соответственно графу Рибагорсы но Гонсало умрет достаточно быстро в 1045 году ничего серьезного совершить не успев а его соседом будет король Арагона из-за маленького размера наследства он себя будет называть даже Регулюс Арагоном да королек Арагона но это будет недолго король Арагона Рамира старший незаконный сын Санчо Великого его сын от любовницы вот он после смерти Гонсало моментально присоединит к себе Рибагорсу и Сабрарбе ликвидирует их графский титул и включит их в состав королевства Арагона таким образом к моменту смерти Санчо Великого сложится знаменитая христианская пентархия полуострова Леон Кастилия Арагон Наварра и на востоке графство Барселонское на этом мы остановим обзор политики реконкисты и поговорим последовательно сначала о церкви в христианской Испании с 8 по 11 век а затем о культуре христианской Испании в этот период спасибо Спасибо